В Хойницком районе членов японской делегации текает все. От вытворчасти продукции до меркования самих же хоров об ситуации на заворуженных территориях. Первый пункт в программе визита – полезкий вытворчий участок открытого акционерного товариства «Милковита». Пытанием радиационной безопасности на предприемстве особливая увага. В сутки на перепроцовку поступает до 200 тонн молока и 500 сыроватки. Деньшая строгий трехступенчатый контроль. На этапе приемки сыровины, подчас вытворчего процесса и на выходе готовой продукции. Начинается входной контроль с молока, сырья. Молоко поступает, мы определяем его качество и дальше пускаем его на переработку. Идет сортировка, допустим, на сырце. Молоко сортируется по радиологическим показателям, микробиологическим, ну и физико-химическим показателям. Наступный объект – Стралишевская средняя школа имя Владимира Маршанки. На базе этой установы працует Центр практичной радиологичной культуры. Его головная мета – повышение экологичной аддукации и ведов детей, які проживаюць на забруженных территориях. Для замежных гостей школьники провели презентацию про методы радиоцинной безпеки, а так само на специальном обсталяване проверили продукты харшавання мясцовой вытворчасти. Дареши, подобные визиты не заявляются однобаковыми. Двое наученцев австраличевской школы сёлита наведали краину у заходящего солнца. Попали мы туда благодаря профессору Токийского университета, господину Андо. Он решил провести конференции в четырёх разных городах для того, чтобы люди более тянулись к данной теме, чтобы не боялись. Услышали много чего интересного и смогли рассказать о том, как мы правильно питаемся здесь, то, что нам не нужно бояться. Как расповсюдить информацию на больше массовую аудиторию, японские журналисты створят документальный фильм об своим подороже у Беларуси. О жизни в Беларуси, и в частности в Хойникском районе, я практически ничего не знала. Однако, увидев своими глазами, что сегодня здесь сделано, сильно впечатлилось. Особенно проводимой работой по обучению детей радиологической безопасности. У нас люди в Фукусиме, несмотря на то, что прошло уже длительное время, до сих пор набуганы. Это в основном от незнания. Мы сделаем документальный фильм, задача которого – проинформировать наших жителей о ситуации в Беларуси. И главное – успокоить.